Всем привет! С вами Наташа. Это ужасные новости. Все самое важное, самое страшное и, конечно, все самое интересное за неделю. В этом выпуске поговорим о возвращении Пилы, Годзиллы и журнала Darker. И еще немного о маньяке Тедди Банди. Главная новость недели пришла с Каннского кинорынка. Объявлено о начале работы над новым фильмом из серии «Пила». Нас ждут новые смертельные ловушки от гениального маньяка-конструктора. Режиссером станет Даррен Линбоусман. Он снял сиквелы «Пила 2», «Пила 3» и «Пила 4». Напомним, что всего в этой серии вышло 8 фильмов, которые только в кинотеатрах собрали больше миллиарда долларов. Безумные деньги. Долгое время «Пила» вообще считалась самой успешной хоррор-франшизой в истории. Новые части выходили практически каждую осень. На пике популярности этой серии даже появился слоган «Если Хэллоуин, то это пила». Мировая премьера девятого фильма назначена на 23 октября 2020 года. Пока еще непонятно, будет это прямое продолжение истории конструктора или какое-то ее переосмысление. Зато известно, что идею придумал популярный актер, режиссер и стендап-комик Крис Рок. Сам он всегда был фанатом этой серии, так что пожелаем ему удачи. Новинка проката, основанная на реальных событиях драма «Красивый, плохой, злой». Мировая премьера фильма состоялась на фестивале Sundance, потом он появился на стриминговом сервисе Netflix, ну а теперь добрался и до российских кинотеатров. «Красивый, плохой, злой» рассказывает историю печально известного серийного убийцы Теда Банди. Повествование ведется с точки зрения Элизабет, девушки Банди, которая многие годы не могла поверить в то, что ее парень был способен совершить все эти ужасные преступления. В роли Элизабет снялась Лили Коллинз, а в образе самого Банди предстал Зак Эфрон. И надо сказать, играет он просто блестяще. Эфрон настолько убедителен и так искренне говорит о своей невиновности, что ему по-настоящему веришь. Режиссер «Красивого, плохого, злого» Джо Берлингер известен как документалист. Недавно он выпустил документальный фильм «Все о том же Тедди Банди». И, судя по всему, маньяк был одновременно харизматичным, умным и обаятельным манипулятором. И в то же время садистом, насильником и серийным убийцей. Прокатчик выложил переведенное на русский язык интервью, которое Банди дал перед тем, как его казнили. Ссылку на этот материал ищите у нас в описании к видео. В общем, если тема маньяка вам интересна, посмотреть это кино стоит. Но только не ждите кровавых сцен и лихо закрученного сюжета. Ведь все-таки, в первую очередь, «Красивый, плохой, злой» — это не триллер, а именно драма. Главной премьерой следующей недели станет «Годзилла 2. Король монстров». Это сиквел американского фильма пятилетней давности, и новая работа обещает стать настоящим побоищем гигантских монстров Кайдзю. В «Короле монстров» будет действовать криптозоологическая организация «Монарх». Ей предстоит столкнуться не только с «Годзиллой», но и с тремя другими гигантскими монстрами — Мотрой, Роданом и трехглавым королем Гидорой. Режиссер пообещал всем фанатам Кайдзю, что крылатый хищник Родан, который в предыдущих частях франшизы выступал второстепенным персонажем, в новом фильме будет по-настоящему сильным соперником. В «Короле монстров» среди прочих сняли звезда «Очень странных дел» Милли Бобби Браун и главная актриса франшизы «Заклятие» Вера Фармига. Вышел новый номер электронного журнала «Даркер», ссылку ищите в описании. Главная тема этого выпуска — всевозможные зависимости, алкоголь, наркотики, азартные игры. Говорим не только о пагубных привычках, но и о любви к ужасам. Я, например, так люблю пугаться, что частенько ищу какие-нибудь старые малоизвестные фильмы в надежде, что во время просмотра кожа покроется мурашками, ну или я смогу удивиться. Кроме того, в новом номере «Даркер» можно прочитать о таком нашумевшем явлении, как пост-хоррор, сетевом фольклоре и мистике в творчестве Артура Конан Дойля. И, разумеется, в номере есть эксклюзивные рецензии, статьи и интервью. И все это совершенно бесплатно. Не пропустите! И на этом все. С вами была Наташа и ужасные новости. Если вам нравится то, что мы делаем, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и делитесь видео с друзьями. Любите ужасы в искусстве и избегайте их жизни. Пока-пока!